В одной из ваших книг как раз об Астане вы говорите, что здесь сердце Евразии. А где находится душа Евразии? Знаете, и в чем смысл духовности нашей общей, евразийской, она ведь есть? Понятие душа вообще-то философское, ее никто не видит, эту душу, и никто не держал в руках. Когда мы говорим о духовности, наверное, говорим о концентрации каких-то умозаключений, мыслей, по которым живет народ. Вот вы сказали насчет строительства Астаны. Действительно, местонахождение Астаны, оказывается, это центральная точка евразийского субконтинента, если вместе взять. Географически. Да, и что интересно, мы в раскопках под Астаной нашли древний город Базок, который был столицей Гунов когда-то. Это была необходимость после обретения независимости перенести столицу в центр страны. Алмата – красивый город, это колыбель нашей независимости, но он так зажат между горами, что и строить негде было. Это загрязненность большая была, да и очень отдаленные, огромные территории Казахстана. 2 миллиона 700 тысяч квадратных километров. Мы тоже немаленькая, девятая страна мира. И по критериям, которые должна выбираться столице, мы выбрали здесь город Ахмалу, потом Прихрещове, названный Целеноградом, потом снова Ахмала. И началось строительство города в чистом поле. Правый берег, старый город он был. И вот всего за эти 20 лет, а я считаю за 15 лет, мы успели построить город, где живет сейчас миллион с лишним человек. Я не буду скрывать, что я был архитектором. Ну, создавали, чертили, предлагали архитекторы, но я руководил им. Каждое здание, первоначально я смотрел, дизайн, фасад какой должен быть, где он должен быть, какая высота должна быть. И вот конкурс, объявленный через архитекторов 50 стран, прибыл к победе архитектора Японии Куракава. Вот его основная идея осуществляется. Длинная улица, такая большая, и симбиоз человека и города. Река, лес, человек и несколько точек. Центр не должен быть в одном месте, а в нескольких местах должен быть. Ну, а потом мы внесли коррективы в это, конечно. И вот город должен развиваться, как музыка Бетховена, то высокой, то низкой и так далее. Если посмотреть, это тоже осуществляется. И самое главное, я считал, что этот город должен быть евразийский. И первое, что я сделал, построил евразийский университет имени Гумилева. Гумилева, да. Один из лучших вузов сейчас в нашей стране. Первый объект, который мы ввели здесь. Там работает филиал Московского государственного университета. Ребята учатся и здесь, и там, получают дипломы и в Москве, и здесь. И вот евразийский город. Посмотрите, вы увидите здесь московские высоты. Вы увидите здесь китайскую архитектуру, испанскую архитектуру. Здесь Средний Восток, вот это вот я увидел в Катаре, пляшущие здания города. И кувейтская архитектура. Все здесь есть. Арка триумфальная. 20-летие независимости мы хотели какой-то знак поставить. Всякие предложения были, но я выбрал. Пусть будет у нас тоже арка. Обычно арки ставятся в честь каких-то побед, битв. Ну а что, построить город разве не битва в трудное время? Весь народ участвовал. Это победа казахстанцев, что они построили такой город себе, столицу. И на стыке веков 21-20-го ни одна страна мира не построила столицу. Только мы построили столицу. И я думаю, что мы построили успешно. Он является гордостью казахстанцев и восхищает наших гостей. Целый блок города получился на Экспо. Самое любимое сейчас место Астанчан. И набережная вдоль и сели. То есть очень бурно город продолжает развиваться. Теперь здесь все есть. Все, что необходимо. Самые лучшие медицинские учреждения и оборудования. Самые лучшие спортивные комплексы по всем видам спорта. Особенно по зимним видам, естественно. Все виды сервиса с любой стороны. Товары, рестораны. Все, что необходимо здесь есть. Все посольства переехали. И город продолжает расти и строиться. Субтитры создавал DimaTorzok